смотрим 23 этюд он же опус 25 номер 11 ля минор что о нем скажешь один из самых знаменитых и вы иногда называют вторым революционным или бурей так далее разные здесь возможные представления о том какой образ образ за этим стоит ну вот можно все все вместе брать вполне что что с моей точки очень важно что все-таки в основе лежит песня песня и не просто песня но еще и конечно первый мотив это мотив рога альпийского давайте смотрим приемы сначала вот первые четыре такта они очень важны на самом деле вот и обратим внимание что шопен пишет и пиани пьяно и пиани сима и это указание на характер во-первых это конечно отдаленные смотрим сначала без педали отдаленное звучание рога то ли в альпах то ли где-то в горной местности где-то просто у горизонта за горизонтом да если учить надо без педали используя двойную репетицию не во всех инструментах это работает да но то есть благодаря двойной репетиции потому что демпфер не опускается мы слышим уже богатое абертоновое звучание педаль будет потом просто нам помогать да да причем в этом есть какой-то зов далекий зов и нет что-то очень-очень важно в это в этом нет воинственности даже вот в этом даже в этом не это воинственности а есть как а есть а если есть воинственность только какая трагическая трагическая наверно можно много ассоциаций музыкальных тут подобрать мы сейчас смотрим может она придет в процессе этого разговора придет придут эти ассоциации что нам собственно напоминает вот это сначала начало да тут довольно тонкая педаль сейчас показываю без педали все на двойной репетиции и здесь эхо и максимально тихо первое тоже далеко а это еще дальше и в этом есть далекий хор валдор и вот дальше довольно важный момент полифония ми и вот когда мы приходим сюда вот этот аккорд ми должен остаться то есть доминантовая доминантовый терцхварт аккорд должен быть внутри этого ми а не только чтобы пришли и потом сюда а а именно и три пьяным вот здесь вот так и вот это ми она идет одновременно сюда и одновременно сюда инданционно то есть вот это я сейчас без педали пока показываю и оно как будет все да то есть есть внутреннее крещендо то есть опять же двойные связи друзья мои используем двойные связи а не одинарные то есть не не запятые а что-то другое да стри ну во первых внутреннее внутреннее крещендо ну и стрелочку да очень редко бывает моменты полных остановок но не в таких случаях да теперь смотрим педаль важная очень педаль в начале тонкости есть педальные даже при сам кстати во первых конечно педаль нажимаем заранее все открыли инструмент дышит да и на этой педали играем ничего не можем подменить но да еще раз нажали если менять то с нахлёстом так сказать да сильно запаздывающая педаль но может быть не исключено что первый такт может сыграть на одной педали пробуем нажали долго дышит инструмент это пьяно на такое пространственное да космическое пьяно можно можно здесь то есть у нас два варианта или вот такой с подменой здесь 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 и здесь да или более крупный на такт здесь на пол такта здесь и здесь да значит опять нажали если нам нужно вот здесь вполне здесь вполне можно поменяли а здесь наверно все-таки поменяем что нам нужно но с нахлёстом видите сначала накладывание потом очищаем очистили а вот дальше менять нельзя смена здесь является ошибкой то есть вот здесь такая педаль вот здесь тот самый случай когда смена педали является ошибочной прям на эту же педаль и кладем пиани сима поменяли здесь естественно поменяли здесь на каждой четверти да это нормально это хор мистический хор вообще таинственность есть в этой музыке здесь понятно что на каждую гармонию да но поскольку у нас уже руки привыкли него и вот теперь это ми волтерновая наверху и это внутри и вот сюда и теперь у нас значит две задачи значит при работе над этим этюдом надо сначала поработать не над правой рукой а над левой рукой вот давайте посмотрим что здесь можно сделать сначала без педали я стараюсь вот так вот соединять вот так по нижней дуги посмотрите на движение рукой вот так буквально чем рука у меня открывается и я так вот вот такой прием открывается освобождается и потом таким перехватом то есть я без педали играю и у меня мгновенное попадание и потом надо на репетиции и я и у меня и здесь пение а вот здесь можно отпустить можно отпустить это прием когда один из голосов и здесь тоже у меня вот идет вот такая связь вот это это хочет и пойти сюда то есть не то что сыграли потом начали новое нет опять двойная связь окончание является одновременно началом переходом и переходим сюда и опять везде двойные связи здесь тоже 2 двойная связь лучше тоже открыть открыть руку и сюда и поем поем на данной репетиции поем фа обязательно фасту пропивается я сейчас специально играю медленно мы смотрим выписана ручная педаль держим держим вот эту квинту держим и опять же куда идем сюда идем вот это вот вилочка вот эта вилочка она не только для правой она для ощущения в левой руке тоже то есть отсюда пришли сюда и сюда то есть вот и опять и опять здесь связи вот здесь я отпускаю первый палец легата играю чтобы не тяжелить не вот так играю а вот так играю то есть прием и рука у меня свободно отдыхает между того чтобы работать рука у меня абсолютно отдыхает ощущение мощи сохраняется потому что по басу бас легата здесь полифония и здесь та-ра-ра-ри обязательно в уголосе та-ра-ра-ри опять двойные связи опять отпустил и сюда открыл руку сюда на на си и опять здесь соединяю соединяю пропеваю очень ясно соединяю сейчас будет очень важно сексты здесь надо выучить вот этот голос не по верхнему верхнем любом случае будет проблем нет а вот это аппликатура 3 4 3 3 3 без разрывов причем я именно у меня как раз этот голос пауза но все равно сюда пауза тоже ведет нас дальше смотрите и сюда и опять пошли в темпе опять же это сюда то есть его ты не отпускаем на педали потом берем заново а вот так честно работаем на грифе сюда взяли и сюда я ощущаю или от ля или от ми от ля ощущаем движение сюда вот к этому пятому внутри соединяю здесь да я здесь тоже отпускаю отпускаю пальцы достаточно мощи больше чем достаточно тоже шопен пишет что вот что он пишет ручную педаль все кто берут дециму должны играть как написано то есть задерживать бас и потом секс то на фоне и держать руками то что написано у шопена да дальше очень интересный момент значит я предпочитаю вот в этих знаменитых местах играть по нижнему голосу голосоведение не по верхнему не вот это как все играют а наоборот а наоборот и поэтому я потому что это ля ра ри да рим ля ра ра ри да рим вот какое здесь голосоведение поэтому поэтому я сначала беру до диез а это потом прям буквально вот этот до диез я беру одновременно с этим фа а потом потом доигрываю эту гармонию кто захочет может так сделать да две сильные доли но поэтому я веду до диез сыграл отдыхаю ненапряженная рука отдыхаю сильная перевожу в до диез до диез в до диез тоже открываю руку отдыхает когда рука открывает она абсолютно как тряпочка отдыхает тоже отсюда от третьего это надо выучить вот да да рим да 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 рим прям отдельно да 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 ти да 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 ти да 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 ти да 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 рим и потом ди очень важный тембр алтарновый ай ля рим и и вот очень важные синкопы друзья мои которые нельзя пропускать поэтому здесь мы шестнадцатую паузу дописываем для шопена взяли сверху вот очень важный это прием шопен часто такое бывает здесь он не выписал но это вполне можно себе представить отпустили и уронили и уронили руку прямо на этот четвертый палец и у нас получается вот эта синкопа то есть если сыграть без верхнего голоса то идея такая там та синкопа а этот поэтому там тари полифония другими словами синкопа падаем на четвертый палец и слушаем вот это продолжение а это уже другой голос получается полифония там тари 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 то есть то есть богатая полифоническая конструкция а не примитивная куда ведем сюда опять же куда ведем движение руки прямо вот такое и опять сюда да причем эти трюльки играют как замкнутые то есть заново беру и здесь здесь конечно тоже рука как и делает по нижней дуге связь не так так а так так вот все что возможно связываем и так и продолжаем работать так и продолжаем работать с левой рукой здесь пока ничего но то что тари 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 вот это очень важно тари вот эту внутри этой лиги еще есть вот это синкопа тари 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 очень важно очень важно чувствовать себя свободно и певучее и сильно в этой в левой руке опять и и это да прям и тогда полифонично это звучит да вот это опять Здесь, конечно, трагическая музыка, в любом темпе, без педали все пока полифония синкопа в нижнем голосе, здесь слышим, что не мешает нам слышать полифония, это очень важно. Потом опять держим и по нижнему голосу опять тоже идем, здесь легко, ля бемольную берем одновременно, берем, отпускаем, связываем, не вот так, а вот так, связываем ля бемоль с у диезом. Си бемоль главный. После этого. Да. Опять воторно. Певучая. Поеем ля, 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 лим, да, лим. Поем ля, 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 лим, да. Ля, ля, лим. Вот это. Спеть сюда. Да. И потом. Это. Все эти связи. Прямо работаем. Отсюда, несмотря на эту лигу, конечно, я ее делаю, но все равно сюда стремимся. Потом берем терцию, полифония и кварта. Вот. Значит, мы посмотрели этот момент. Теперь, как мы работаем над правой рукой. Значит, здесь у нас секстоли, которые строятся на пульсации триолей. А не две триоли по шестнадцатых. Да. То есть, структура такая. I love, I love you too. I love, I love you too. Если умную фирмату по четвертям. Причем все держится на вторых пальцах. Тут первый, но опять второй. Это очень удобно. I love you too. Поэтому последние три нотки, последние три нотки, это за такт I love you too. Ну, поскольку мы им делаем с Шопеном, любящим Париж, живущим в Париже. И говорящим свободно по-французски, же тему си можно. Хотя, нам все равно, не в этом дело. Же тему си, же тему си. I love you too, I love you too. I love you too, 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 I love you too. Или сейчас просто показываю. В результате. В любом темпе. I love you too, I love you too, I love you too. Все время, так сказать, все время, последние три нотки являются за тактом. И это не триоль. То есть, ни в коем случае не учить так. Yes, I love you, 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 I love you too. Хотя, может быть, в качестве такого промежуточного варианта можно и по триолям. Но я рекомендую этого не делать, а сразу учить. I love you too. И тогда как соединяем с левой рукой. Я предлагаю играть вместе. Играть, буквально учить. Понятно, что формально это шестнадцатое не совпадает с этой шестнадцатое. Но я предлагаю учить так, как будто совпадает. Сделать иначе всегда будет возможность. Зато это нам даст возможность очень ясного контроля. То есть... Валя так. Ну, тут, конечно, еще принцип, который, кстати, Шопен вполне уважал. То есть барочных изменений, барочного типа изменений в пунктирах. Мы это и встречаем у него в разных сочинениях. Где он прям буквально там на триоль может записать восьмую с точкой шестнадцатую. И будет играться как в барокко. Ну, здесь вполне применим барочный метод. Длинная длиннее, короткая короче. В результате будет более свободная, на самом деле. Да? Но учить рекомендуют так. Так же, как в двенадцатом этюде, кстати. Тут принцип. Учить нужно совместно с шестнадцатыми. За исключением, конечно, очень ясное два на три. У нас в данном случае, когда дуоль на триоль. Это другая ситуация. Ну, или дальше по полтакта. И слева рукой. Да. Ну, вообще, конечно, самое уверенное. Рекомендую по четвертям. Уже здесь образуются очень красивые и очень выразительные вертикали. Смотрите, Шопен гениально здесь придумывает, конечно, задержания. И умный фирмат эти задержания выявляет. Что позволяет нам в любом темпе их слышать. В любом. Это красиво. Это красиво. Это очень красиво. Вот такая вертикаль красивая. Красивая. Прям. Да еще к тому же, еще грустная такая. Пронзительная. Вот она. Вот такие вертикали. Я играю без педали. Кстати. Тут возникает еще резонанс. Даже без педали возникает. Педальное звучание. Потому что еще резонанс. Опять совместно. А когда ты слышишь Фа. Фа напряженная. А Ми как раз менее напряженная. А Ми. Слушаем это. Вот замечательная. Вот такая. Она будет потом проскальзывать в долю секунды. И однако мы будем это слышать. Да. Вот такая вертикаль. Вот такая вертикаль. Томительная. Гениальное гармоническое мышление Шопена. Обратите внимание, что я играю без педали. Все максимально близко. И у меня руки абсолютно свободные. Абсолютно. Как тряпочки. Пальцы работают. Здесь. Вот. Вот какая замечательная вертикаль. Слышите? И дальше. Опять работа пальцев. Вот это. I love. I love you too. Здесь можно этот септимум придержать на пальцевой педали. Да. I love, I love you too. I love, I love you. Тоже вместе. Последний шестнадцатый. Учим вместе. Причем активное... Активное... Активное то, что движется. То есть, как бы, командует правая рука вот этим совпадением. Сейчас. Слушаем вертикали красивые. Вот. Да. Здесь вот это удобно. Да. Слушаем вертикали. Вот это. Вот это красивее. Шуметь не обязательно. Все можно играть тихо. Чем тише играем, тем мы на сушке, на макушке больше. Слушаем. Не шумим, не шумим. Вот такое красивое. Как если... Вот это связок. Первый... Вот такая связь между первым и пятым. Я придерживаю. Не отпускаю, а придерживаю, чтобы контролировать. Да. Вот это очень важно. Опять не забываем. Вот как только я забыл, так же у меня сразу грязь появилась. Как только я помню об этом за такте. Тари, тари, I love you too. I love you too. Сразу все чисто. Вот так красивые вертикали. I love you too. Очень важно, что отсюда на начало. От первого пальца. I love you too. Теперь от второго пальца. I love you too. От первого. I love you too. И вот здесь еще и важный момент. Здесь кажется, что у нас есть скачок. Как будто бы скачок от си к ми. Ничего подобного. На самом деле, вот от соль диэс к ми. То есть ось. Соль диэс ось, и поэтому здесь секс-то. Вообще вот это умение превращать большие расстояния в короткие, очень важное. Вот для того, что я ощущаю вот это, да, соединение. То есть буквально я ощущаю вот так. Вот я, грубо говоря, играю соль диэс, как восьмушечку. Как бы это ни было. Как ни странно. А потом соединяю. Так получается. Вот. Прям буквально задерживаю. Это играется легко. Си. А потом соединяю вот так. И в любом. Да, и в любом. В любом темпе. Аналогичные вещи мы встречаем и в первом этапе. Да. Опять. Избываем. Можно прям выучить так. Только со средним голосом в левой руке. Вот это, да. Вот это. Да, вот так. А потом мы... Да. И так далее. Здесь у нас ничего нового нет. Вот. Фактически ничего нового нет. Все. Вот такой метод сохраняем. Здесь все довольно... Все вполне удобно в этом отношении. Вот. Ну и левая рука тоже. Левая рука, когда вот отсюда... Тут важно что? Первый палец. I love you too. Второй. Тут надо организовать. Что сначала первый палец. А потом второй. Первый. Палец. Второй. Второй. Да. Опять тоже. Учим совместно. Учим совместно. Последний шестнадцатый. Длинная длиннее, короткая короче. Учим. В результате можно будет более импровизационно играть. В смысле совместности. Но учим так. Вот, кстати... Вот. Да. Да. Опять. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. То есть нам очень первый-второй. 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 Внутри. Yes. I love, I love you, too. 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 Je d'aime, 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 je d'aime. Сюда. Очень важно. Не просто закончили и заново начали. Закончили и переводим это вот так. Зачем нам еще нужна умная фирмата? Чтобы преодолевать разрывы тактовых черт. Тактовая черта – точка связи. Друзья мои, прям формулу. Тактовая черта всегда точка связи, а не разрыва. Откуда у нас пошло другое представление о том, что тактовая черта якобы разрезает, не знаю. Наоборот, тактовая черта соединяет. Поэтому сюда. Так и учим. Да. I love. Да. Сейчас, здесь второй. I love. Сюда. Вот так и учим. Второй. Вот так и учим. То есть соединяем через тактовую черту. Очень легко и красиво. Прямо сюда попали. Все. Прямо сюда и попали. Опять первый. I love you too. Первый. Второй. Чередование первых-вторых. Второй. И ощущаем прям второй. Первый. Второй. Второй. Первый. Второй. Да. Сюда. И прям переводим опять через тактовую черту. Очень красиво. Второй. I love you too. Вот сюда. Причем ощущаем низкий бас. Не вот это, а темный бас низкий. И опять переводим по нижней дуге. Опять. Я первый палец отпускаю и перевожу сюда. Очень удобно. Вот это очень удобный прием. Обратите внимание. Свободу руку отвожу. И как бы бэмс я уже здесь. Мгновенно. Сюда. Хоть сюда. Хоть сюда. Хоть сюда. Кстати, прием для всех, кто играет леворучные вещи. В частности, леворучные концентровели. Все эти вот такие связи. Открытая рука. Ну, то же самое с правой, кстати. Открываем. И сюда, наверное, да? Здесь ба. Ощущение того, что по нижней дуге. Хотя открыт. И как бы вот такой. Что здесь еще интересно? Значит, в этом этюде. Все полифонии, которые написаны. Вот, кстати, вот это самое. Вот он, кстати, вот это. Как всегда. Нам же композитор говорит. Ах, молодцы, что вы раньше поняли. Вот эта самая штука. Тоже самый прием. Здесь он без синкопы, но прием тот же самый. Отпускаем. И через вот эту вот шестнадцатую, как вы помните, я предложил играть вот здесь. Вот здесь. Вот она. Я уже забыл, что она есть у Шопена. Вот сейчас я ее вижу. Мы так каждый раз сталкиваемся с тем, что композитор нам часто потом. Вот здесь, кстати, вот эти шестнадцатые все очень важны. Это прям конкретный прием. Так, ну смотрим дальше. Да, что еще? Предлагаю не шуметь. Вот, например, здесь написано форта у Шопена и вилочка. А на самом деле можно писать пьяну и вилочка. И здесь это очень хорошо звучит. То есть тишина. А здесь уже, да. Причем Ля-рам-тай-ни-тай-рам-ти-рам-ти-ли-ни. Причем еще можно работать еще со скрытым голосоведением. Да. А на другом не противоречит. Здесь тоже не шуметь. Ой! Полкранышка. Здесь тоже. То есть волнообразная динамика. А здесь уже можно, причем здесь можно от пьянок прям вспыхнуть. От пьяну вот эту вилочку воспринимаем так. Ради бога. Здесь тоже тише. Чтобы не шуметь. Потому что утомительно все время форта. Здесь. И здесь начинаем тише. Прям пианиссимо даже можно. Даже пианиссимо можно начать. Очень эффектно. И очень выразительно. Пианиссимо. И погладили. До-ди-эс. Зато здесь виртуозно, виртуозно. Даже с некоторым ускорением. Здесь тише. Да, вот такие. Ди-да, ти-ра, 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 Пара-па-ра, ти-ра, 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 ти-ра. Пиани, пиано. Пианиссимо. Опять. Опять. С пиано даже, с пианиссимо начинаем. И до фарчит. Фактически до фартиссимо доходим. До вспышки. Получается, как молния. Играю специально без педали. Сейчас показываю. Дальше. Здесь я предлагаю левую руку играть вот здесь, в отличие от предыдущих мест, по выразительному первым пальцем. Отпускаем гармонию, зато поем первым пальцем. Поем первым пальцем. Поем первым пальцем. Поем первым пальцем. То есть здесь певучий первый палец. Спевут, ай, ри, мощный, ай, ри, кварта, кварта, уменьшуешь, шон, потом малая секунда, и наконец, да-да-да-да. А рука же она свободна. То есть вместо, в этот момент я абсолютно отдыхаю. И такая быстро арпеджио. Здесь, а ну как, где совпадает, с чем она совпадает? Прям можно начать, кстати, где мы начинаем арпеджио? Прям можно на ля-бемоле начать. Вот этот бас можно сыграть с ля-бемолем. Во время, когда учим. И здесь тоже предлагаю. Фортиссимо, а потом субитопиано. Очень красиво. Субитопиано. И рука, главное, отдыхает. И работает. Потом сверху. Очень важный прием. Поднять и падает рука. На до падает рука. На до. Си по инерции. Одним движением играется до си. Здесь тоже. Тоже. У меня полифоничные октавы за счет того, что я не даблю октавы. А я отпускаю первый палец. Ри. Опять. Опять сверху. Одним движением. И потом полифоне написано у Шопена. Вот это вилтарновое, не гениальное. И вот начало нужно сделать. Начало нужно сделать. Вот.